Прямо спрошу, если мы понимали, что примерно вот такой ответ будет за Курск, за эскалацию, за риторику, да и вообще, ну, что-то же должны предпринимать в Кремле против, как бы, наших действий, наших экстраординарных шагов, например, там, Курск, какие-то удары вглубь Российской Федерации, дроны, которые залетают, нефтебаза, которая горит десятый день в Ростовской области, то почему мы не подготовились и, собственно, что происходит с нашим ПВО, нашими партнерами. Меня так улыбнула новость, ну, у нас разница часовых поясов из Америки. Байден сделал заявление, что США помогут оборудованием для того, чтобы, ну, поддержать энергосистему Украины. Потрясающе просто. Сколько уже лет длится война, и мы слышим, ну, вот такие заявления. И, собственно, всё же это делается. И при любом шаге военном мы же смотрим на США, на Запад, на Америку, а получаем вот такой ответ. Уже можно много говорить про это, и говорилось, и объяснялось, и анализировалось у тебя на канале, и на других, и на моих каналах. Ну, ситуация следующая. Вот если даже брать вот то, что уже когда Зеленский принял решение, и какая-то группа, ну, Ермак, естественно, ещё какая-то группа людей, вполне возможно, что всё-таки… Не вполне возможно, а я думаю, что отмашку дал Лондон, потому что в Лондоне находится, по моим представлениям, это структура, которая занимается так называемым стратегическим… Называются это стратегические ситуационные комнаты. Они, как известно, имеются в крупнейших державах, на высочайшем уровне уже функционирующие, и в них есть вот эта модель, система так называемого искусственного интеллекта. И, естественно, что при любых обстоятельствах все эскаладки, вообще, я думаю, с самого начала вот того, что началось, что Зеленский решил, так сказать, вот этого людоеда с Кремля выманить, да, Путина, а он руководствовался именно всеми этими настановами, я считаю, с моей точки зрения, именно Лондона. И подтверждений тому потом огромное множество. Можно начинать с Амана, потом поездка Зеленского с женой в Туманный Альбион, сколько там длилась встреча с руководством Ми-6, три часа, кажется, да. Вот. Поэтому уже было все, все, так сказать, обусловлено. И потом приезд Бори Джонсона и срыв Стамбульского парафированного договора в апреле 22-го года. Слышишь, ничего вообще не было разрушено уже. Ну да, были удары, пострадали, там Буча, там еще. Но это же не сравнить с тем, что сейчас творится, да. И сейчас тоже говорили, вот буквально до 6-го августа идут переговоры по энергообъектам, где там в Объединенных Эмиратах, да. И вдруг опять предпринимается эскалация. Вводится новая пьеса с Зеленским и Сирским в главных ролях и начинается наступление на Курскую область. А у тебя и других мы описывали, и у меня на канале эти все. И люди все, эксперты разные про это говорят, и шмарафон с кошелками постоянно трындит про это все. Но я говорил, что там нужен Блицкри. Не будет Блицкрига, ребята. Гуляйте. Как говорится, идите, гоши, мойтесь в баню. Говорит, как вы чувствуете себя после бани? Особенно хорошо первые три месяца. Вот это всегда у Зеленского и Сирского, Ермака бывает только так. То есть они не сумели взять Курскую атомную станцию. А все остальное это Путин, он абсолютный хищник-людоед. Ему все равно, какое мясо есть. Или мясо курчан, или мясо украинцев, укронацистов, как он говорит. Ему все равно. Абсолютно. Так же, как он с удовольствием, они скоро будут есть эстонский десерт. Поэтому он на такие вещи не обращает внимания. Он поехал куда? Он поехал на Кавказ. Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз Путину. А поехал он в Европу обратно, солнце ему светило в пятую точку. Это классика жанра. Поэтому дальше он четко заявил, что мы будем отвечать. И кому поручили сказать, что возмездие будет просто страшное. Послу Антонову в Соединенных Штатах Америки, чтобы быстро до Байдена там сообщили. Чтобы не шло через какие-то информационные улочки, переулочки, закоулочки, а сразу. И после этого нанесен был через несколько дней удар. Антонов же сказал, что оно неотвративо, оно готовится и так далее. Мало никому не покажется. Ужас будет. Вот нанесен был тотальный удар. 20 получается с 27 на 28. А причем, прошу прощения, 26. Боже мой. Видишь, вперед, вперед, быстрее. Значит, что до 28 тоже будет. Я думаю, будет очень серьезный удар. 28, ночь. 27 на 28. А это был, избран был, смотри, будний день. Когда все пошли. И оказалось, что система абсолютно не справилась с этим. Да, они сбили очень много. Но их у Путина и у Белоусова. У Белоусова есть такая же комната? Да, есть. Вот сколько им понадобилось? Смотри, 6 августа им понадобилось 20 дней, 3 недели, чтобы высчитать модель нанесения удара такой мощи, чтобы практически повергнуть Украину в состояние уже почти разрухи. По уничтожению. Главное же это энергетическая сфера. Уничтожить и логистика железнодорожная и так далее. Плюс, конечно, обязательно, чтобы было боязнь жить в готелях. Чтобы жили где-то в подвалах, нефиг по готелям шастать. Понимаешь? Переходите в Каменный век, читайте Короленко, Дети подземелья. Будет тоже, напишут роман такой будет, или повесть, что будет называться «Подземелья Ермака и Зеленского» в сопровождении экскурсовода Сирского, Украина. Вот такая будет у нас скоро тоже повесть. И тогда мы приходим к выводу, то, что ты задавал вопрос. Что оказалось, что вся система Украины, а мы про это с тобой тоже не раз говорили, что, помнишь, это наша Марьяна Безуглая писала. Она сказала, куда, говорит, этот, который Крымки сделал, да? Должен, надо его притянуть. И она сказала про вот этого руководителя ПВО, Алищук или как там его. И она сказала, что с ним надо делать. Но, к сожалению, Марьяну не послушали. Решили дождаться 26-го. И получился полный швах. Да, я здесь хотел бы добавить еще один такой эпизод. Его просто мало замечают, потому что он был в соцсетях. Есть один из инструкторов, уважаемый, как бы в узких кругах, профессиональных, да? Ну, как бы снайпер, человек, который, ну, может, он не снайпер, в общем, разбирается в оружии. И, собственно, тренер, да, и по стрельбе, и он понимает, что к чему. И он прокомментировал видео, вы, может, тоже вчера видели, вот это когда на Закарпатье, на границе со Львовской областью, с тачанки, с такой, с бортовой машины стреляет украинский боец. И все сразу понесли, вот, смотрите, с пулемета сбил ракету, ракета там падает, вот. Проходит там пару часов, сказали, да, ну, это не он сбил, это ПВО сбило, а он там просто как бы видел, стрелял. Так вот, этот профессионал, да, ну, компетентный человек, описывал эту ситуацию в красках, не буду все пересказывать, но, в общем, это просто не причина гордости, а причина позора. Потому что видно, что боец неподготовленный, потому что видно, что вообще-то даже не под него, не под его рост, не под... стрелял так, просто, просто, чтобы стрелять. И попасть так было вообще практически невозможно за чудо. Ну, и потом говорит, что дуло, приваренное, ну, технические особенности, вот это приспособность, которые пытались сбить, или он стрелял по ракете. И он выводит на такую мысль просто потрясающую. Говорит, так может, хватит, может, уже надо вот эти мобильные бригады ПВО разогнать и набрать профессионалов, а не тех, которые как бы по отписке сидят дома и где-то там выезжают, дежурят, когда вдруг воздушная тревога. То есть он поднимает тему коррупции. Ты вроде как кто? Да, я служу в вооруженных силах. А где ты служишь? На Закарпатье мобильная группа ПВО. Ездим, сбиваем шахеда, ездим, стреляем еще где-то. Стрелять не умеючи. Ну, и Марьяна пришла под этот пост и говорила, что я об этом писал, и, в принципе, привела вот тот пример, который вы говорите раньше. Я думаю, что вот то, что показали, что тот типа стреляет с пулемета, эх, тачанка ты, тачанка, наша гордость и краса, да? Вот, как там, пулеметная тачанка, все четыре зеленых колеса. Вот это как раз про это. Это специально сделано. Это так же, как, помнишь, мы с тобой обсуждали по поводу, к сожалению, трагедии, которая с Фарионом случилась, что это был квест. А это называется перформенс. Для того, чтобы народ взбодрился, ему надо показывать такие, Саша, картинки. А поскольку народ у нас живет в спектакле, хлеба и зрелищ, карнавальный социум, который ничего, пить, курить и говорить, начал одновременно, читать, не читают, потому что это поколение в основном функционально безграмотных, говорит, надо Пушкина снести. А чего он вам мешает, обклеили там в Одессе? Вы же его вообще не читали. Вы можете что-то рассказать, хоть стишок, который вы Пушкина прочитали? Он говорит, я его не знаю. Ну, раз все говорят, значит, он хреновый. Я вообще читать не умею. Лукоморья, дуб зеленый, да. Да это они хрена не знают, понимаешь? Они знают вот это, мыло, мама, Мишу, мыло. Пошли и чего. И у Танечки мяч уплыл. Тише, Танечка, не плачь. Поймает, Вовочка, твой зеленый мяч. Вот это все, что они знают. Это так называемое сообщество обезьян. Гамадрила. И поэтому какие-то гамадрилы показываются другим гамадрилам-артышкам, чтобы они реагировали. И они реагируют. А про таких профессионалов их уже почти не осталось, которые могут объяснить. Они не нужны, они вредны. Они опасны. Понимаешь? То есть безуглая уже давно это показала. Проблема у Олесчука. Ну и что? А ничего. Там хоть был этот пресс-секретарь. Помнишь бывший? Он объяснял тоже про эту тачанку. Что это не тачанка, а ракета типа сбила другая эту ракету. Вот. А чего его убрали? А потому что он более-менее мог говорить. А где нынешний пресс-секретарь? Кто-то его видел? Его же назначили. Но ему сказали, ты вообще пресс-секретарь почетным, а по нечетным ты сиди под кроватью и делай кофе, когда попросят. Все. То есть настолько величайший уровень дебилизма в этом руководстве сегодняшнем. И, конечно, лучше по блату назначать и делать такие группы. Потому что они же получают кучу бабла. Ясно, что они половину минимум должны отдать наверх. Представляешь, сколько групп, и каждый должен половину отдать наверх. Ну и просто они не на нуле. Они не воюют. Они как бы защищают небо. А это и не надо. Это же вообще не имеет значения. Все раздавлено. В стране установлен, сделан переворот. У антиконституционной осуществлен мятеж. Во главе страны находится правитель, который не имеет никакого права. Это узурпация. Это узурпация. Пятая стадия Конституции. Власть узурпирована. Народ оторван, отрезан от власти, от принятия решений. Народ перестал быть источником власти в Украине. Побрана Конституция. Все эти самые правовики, конституциональщики, молчат и сопят в дырочку. Основная часть вообще тупая, получила дипломы за взятки. А те, которые соображают, им просто рты зашили и сказали молчите. Или сделаем так, как с этими. Понимаешь? С другими. То есть мы имеем полный крах. Везде. И вчера, это 26 числа, и эта вся массированная атака это продемонстрировала. Я думаю, я у себя давал видео по этому поводу на канале. Я думаю, еще таких, ну максимум два удара, не максимум, два удара надо, чтобы окончательно разрушить систему. И потом генерирующую теплоэлектросистему. Потом надо еще будет два удара для зачистки всякой, чтобы она уже никогда не могла подняться. Что еще было во время этого удара? То, что мы с тобой тоже не раз обсуждали, я говорил про этот сценарий. Был наконец-то ими нанесен удар по киевской ГЭС. Да, это очень важный удар, потому что от него там отмахиваются. Опять мы видим, как нас пытаются ввести в заблуждение, показывают, что ракета упала в воду, и мол, смотрите, ха-ха-ха. А потом стало не смешно, потому что движение было перекрыто, и люди оттуда начали снимать, и в принципе показали, почему движение перекрыто. там все разрушено. Там главное разрушена техническая часть, технологическая часть станции. Станция выведена из строя, скорее всего, и непригодна для использования. А ее функция очень была серьезная, особенно в пиковые нагрузки. То есть фактически это уже просто разрушенный объект, со всеми вытекающими очень плохими последствиями. И вот эта болтовня этих обезьян, о том, что там это надо взрывать было, тогда как эту самую снизу взорвали, Каховскую. Понимаешь, настолько много появилось долбодятлов. Сейчас машина со штучным интеллектом элементарно высчитывает, вводятся туда данные, какой нужен нанести объем ракеты и удар, куда, где самое слабое место, когда, какое время, чтобы вывести плотину из строя и пробить в ней дыру. Смотрите, я при всем как бы уважении к разным экспертам, разным людям, которые, вот они же вроде как декоммунизаторы, да, и говорят, что вот, там, Ленина сносить в суд же первым делом, там, Ленину в голову выстрелили, да, когда зашли в СОУшники. Вот это все как бы. Но тут же, с другой стороны, они говорят, так смотрите, это же при Союзе строилось, это рассчитано на ядерный удар, ничего у русских не получится, никак не выйдет. Ну так давайте же будем объективно смотреть. А сколько лет, да, нет Советского Союза? 33 года. 33 уже нет. В 80-х, так всяк там, 70-х, оно поддерживалось, как-то вот, выглядело новым. И, ну, то есть время и вода, да, она тоже делает свое дело. То есть здесь нельзя вот так вот наотмож говорить, что вот смотрите, это построено на века, на столетия, на десятилетия всему, приходит предел, в том числе и прочности этих сооружений. Правильно ты говоришь. И они же строили, строили тогда вот такие сооружения, серьезно, 100%, но строили эту станцию в 60-е годы. То есть ей уже где-то так в пределах хороших 60 лет. Представляешь? Это два с половиной поколения. Поколение 25 лет. Там есть шлюз. То есть есть плотина, а есть шлюз. Шлюз, естественно, чем отличается от тела плотины? Тем, что там ненадежное такое место, как тело плотины. Правильно? То есть в системе есть слабые места. Вопрос только. Конечно, человеку это найти сложно, но искусственному интеллекту, который вносится и уже внесено все необходимые данные, найти это место элементарно. И оно уже найдено. И вчера уже показали, что, московиты, что уже все готово для того, чтобы эту станцию полностью, ну не полностью, разрушить. То есть создать в ней брешь, которая хлинит вода. И они вчера показали, когда они это сделают. Когда будет дожди, холода, когда вода наполнит, водохранилище, тогда нанесен будет удар, чтобы была брешь, которая, и вода, напор будет, волна настолько огромная, что смоет нафиг и подол, и оболон, и выгуровщину, и еще много-много другого. Понимаешь? То есть считать, что там сидят болваны, это неправильно. Это абсолютно неправильно. Поэтому, более того, имперская чиновничья, бюрократия, элита на порядке выше всегда провинциальных тех самых, как бы назвать, куропаток. Всегда. Особенно те, которые сейчас развелись и понаехали в Киев со всяких там шапито и ларечников. И за деньги получили свои бумажки, что они что-то позаканчивали. Говорит, не надо мне рассказывать. Это была самая главная проблема. Она началась с Димы Табачника, когда он стал министром образования. И когда он решил стать еще и кандидатом, а потом доктором. У меня появилось, когда он защитил докторскую, у меня появилось такое отвращение к этому всему. Потому что я знал, как это все было, и кого он проплатил, и сколько, и как, и как это все было, плагиаты сделаны. Я себе сказал после этого, что вообще это просто отвратительно. Все эти украинские степени и звания это полная девальвация, уничтожение. После Януковича, профессора, это уже вообще стало чисто западло. Вот. Поэтому как они получают там эти дипломы, и сколько чего стоит, это всем известно. такса известна, и все остальное. Но знание купить нельзя, ум купить нельзя, компетентность не покупается, и нельзя из грязи в князи, но нельзя, рожденный ползать, летать не может. И событие обстрела показало это. Все. Практически что сказал после этого о Песков? То есть смотри, вот 6 августа, заявление Путина на совещании, потом эйфория, Курск, все, то, 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 все замечательно, Дуда приехал, вот уже кайф, будем сдаваться, польские танки и прочее, все классно, уже Зеленский, так сказать, распоясался, хвост и гриву чистил Путина, хорошо, молодец. Но что после этого? Перед этим Антонов заявил раз, и после удара Песков говорит, если кто-то думает, что вот это уже и все, так нет, так нет, это говорит, целый будет комплекс ударов, и вот это главное, комплекс. Теперь надо думать, что нельзя было понять, куда будет, что будет такой комплексный удар, я сто раз про это говорил и предупреждал, были готовы, нет, не были готовы, оказались не готовы. Значит, этот Олещенко, он просто не в состоянии такие какие-то процессы осознавать, зачем же его держать и наши деньги платить им, они же получают народные наши деньги, сейчас налоги опять же будут увеличивать, грабят же, грабят, грабят и грабят, они же миллиардеры, они сами должны бюджет формировать, а не бедные, ограбленные, несчастные граждане Украины, то есть я полагаю, еще несколько таких комплексных ударов, обязательно будет, по уничтожению генерирующей системы, чтобы она уже не могла подняться, все делается к тому, чтобы Украина вошла, граждане Украины вошли, оставшиеся на этой территории, вошли в холоде и голоде, холоде и в голоде, как только большие города останутся без света, то, что говорил Филатов, что будет графики включения света, а не выключения, то практически все выйдет из строя. Следующий удар все говорят, у нас будут генераторы, у нас будут генераторы, Косинюш как раз так в Украине находится в такой на этой самой зоне, где солнце попадает, что солнечные батареи станут неэффективными на какой-то период времени, плюс ветряки и все остальное тоже. Так вот тогда что будет, Саша? Будет следующее, что надо уничтожить тогда подвоз этого бензина и дизеля, чтобы генераторы не могли работать. Вот и все. То есть обязательно будет ответка и за Воронежскую нефтебазу, которая в Пролетарске уже 11 дней горит, и за Омский завод, и за прочее. А поскольку лохи, Тернополь это показал, когда люди дышать не могли и на Львов облако пошло с хлором и прочей дрянью, то значит теперь задача московитов сейчас разработать и внести данные по нефтебазам, где хранятся нефтепродукты. И следующий шаг, они должны нанести удары по железнодорожным путям, по которым нефтепродукты поступают в Украину. Они должны разрушить все железнодорожные узлы на границе с Польшей и Украиной, Словакией и Украиной, Венгрией и Украиной, Румынией и Молдовой, чтобы ничего не могло заехать в Украину. Они это сделают сто процентов, даже нечего сомневаться. Поэтому где-то к ноябрю месяцу Украина останется без горючего, без электричества, без тепла, без воды, как уже вырублены целые города были вчера, да? Без воды, а раз нет воды, значит нет канализации, нет света, Киев вырублен был. А где же Виталик Кличко? Где же Виталик наш дорогой? Что же он молчит только? Уже и молчит совсем, уже и не высовывается, сопит только в носик свой. Поэтому дальше будет следующее, что практически большие города превратятся в руины, в каменные, холодные, застывшие джунгли, в которых будут медленно умирать оставшиеся граждане. без без еды, без ничего. Лифты работать не будут, обогрева не будет, ничего не будет. Он это готовит, конечно, готовит. Он за Курскую область вместить будет по полной программе. Для него приедены все, как говорится, рубежи. И следующий шаг, они запустят так называемые кавказские банды. Че он ездил на Кавказ? Они приступили к формированию кавказских банд, которые будут грабить города. Чеченцы, жители Дагестана, Кабардино-Болгарии, Ингушетии, они придут сюда, в Украину, и будут грабить города. А кто им сможет сопротивляться? Зеленский? Ерма? Может это самое на шпильках вышиванки будет это, как и Олена Зеленська? Будет им чинит опер? С кем чинит она опер будет? То есть люди настолько неподготовленные, что они даже не понимают, что с ними будут делать. Все, что Олег Игоревич, другие эксперты сценария описывали, они сбываются. Так вот это запомню, то, что я сейчас говорю, оно как раз ноябрь, декабрь сбудется по полной программе. Это логика стратегического управления уничтожения врага. Как хочешь врага уничтожить? Ищешь возможности, как его уничтожить? и вносишь в машину разные варианты. Машина выдает такой вариант, такой этот столько денег стоит. Уже подсчитали, да? Где-то сказали, что от двух до пяти миллиардов такой удар долларов стоил. Я же Путину жалко 20 миллиардов на это потратить. Не жалко, абсолютно не жалко. Поэтому я полагаю, что сейчас будут опять, им надо недели 2 недели им понадобилось 3, чтобы подготовиться. Значит, сейчас надо будет правильно, смотри, сейчас у нас будет август, в сентябре будет следующий удар. Более мощный еще, более мощный. Олег Григорьевич, что мы можем противопоставить? Я хочу с вами обсудить уникальнейшую историю, на самом деле, потому что мы такого раньше не видели. Во-первых, сегодня же форум, некий форум, где соберутся все руководители всех ведомств, государств, институтов Украины, будет Зеленский, и что-то по поводу войны, по поводу с прицелом на боевые действия, на мир, то есть Украина в войне. Следующие шаги будут обсуждать. После этого у Зеленского будет большая пресс-конференция. Может быть, наши зрители посмотрят это видео, когда уже что-то оттуда услышат, что-то оттуда напишут. Но вот это же принципиальный интереснейший момент. Есть такое предположение, его, кстати, высказывали у меня вчера на прямом эфире, просто, ну, вот смотрите, вчера же было совещание с силовиками, а по его итогам Зеленский выдал, говорит, границу надо на замок, что это такое. Все понимают, в чем история. Есть депутат Дмитрук, который защищал православную церковь, выступал, критиковал, бывший слуга народа. Потом у него случился конфликт с ультра-радикалами националистами. Он утверждает, что его заказала власть, система, то есть непосредственно банковая, чтобы его выдавить, нейтрализовать. Выдавили, нейтрализовали. Но имеется в виду, что он сбежал за границу, потом вроде бы как семью пытались выкрасть в Румынии, но там охрана справилась, в общем, не получилось, и он поехал дальше условно, в общем, он выехал. Депутаты, которые в Раде, там, Арьев, да, вообще возбудился, говорит, что такое, я тут пишу-пишу командировки, не могу защищать интересы своей страны за рубежом, а меня в Раде не отпускают от метрука, мол, смотрите, выпустили за границу, поднимается волна негодования, мол, смотри, как так, то есть, да, то есть у нас просто так можно взять с семьей, там, ну, там, дети, жена, и вот взять и переехать, и что это такое, а тут же на него дело завели, и по пересечению незаконному, и про конфликт с вот этими колл-центрами, и Зеленский собирает совещание, и, в общем, говорит, все, то есть жестко вот мы держим вместе, то есть это совещание, сегодняшний форум, такое ощущение, что вот эти поводья, струны, да, которые надо держать и которыми надо управлять процессом, где-то что-то, ну, не то, что прослабло, а нужно опять собрать воедино, нужно снова подтянуть, все как бы так немножко обвисает и сыпется, и тут, ну, главный, важный вопрос, а это же накладывается на вот этот период тяжелейший, о котором вы говорите и который прогнозируете, и вот тут возникает острая необходимость, да, то есть спросить, сможет ли удержать централизованно, ну, скажем так, руки, да, власти, наш президент эту всю ситуацию. нет, не сможет, почему, смотри, кто сегодня при власти, это дети, абсолютно некомпетентные, неподготовленные, необученные, но взорвавшиеся, зажравшиеся, говорят, знаешь, у меня там знакомые говорили, говорят, не голодали вы, не голодали, не били вас, крови вы не видели, страх потеряли, не знаете, что такое страх, понимаешь, а теперь приближается этот период, пасти они научились открывать и гавкать, а палками этих собак еще не били, а теперь будут бить не просто палками, а будут бить металлическими прутьями, очень жестоко будут бить, очень жестоко будут бить, у власти Зеленского нет ресурса, когда кто-то что-то хочет сделать, он должен не гавкать и не трекать, а он должен себе ответить, он может ресурс создавать и вырабатывать или нет, а у них нет этого ресурса, создавать они его не умеют, вырабатывать не понимают, что это такое, а Запад полностью начинает погружаться в свои тяжелейшие проблемы и больше денег давать, что и оружие не хочет и не будет, они там трындят, Камала в своей программе сказала, что она помнит про Украину, ну хорошо, что она помнит, но что Камала подчеркнула самое главное, она сказала, за пять дней до войны, нападения, я Зеленскому сказала, что будет война, что надо принять соответствующие меры, а какие меры, не допустить войны, она ему говорила, понимаешь, она сейчас же не может открыто пока сказать, пока она еще не исполняет обязанности президента, я думаю, она где-то после 20 сентября этот уйдет, Байден и она его заменит. вы думаете, что это произойдет, то есть Байден сляжет или скажет, ой, и Камала финишная прямая до выборов, ну, выборной гонки, она скажет, вот теперь я исполняющий обязанности президента, смотрите, не надо ничего менять, давайте, да. И первое, что она сделает, она арестует Трампа, когда станет президентом, и все. Я хочу на Трампа посмотреть, как они сейчас арестовали Дурова, так и Трампа арестуют. То есть и Камала, я считаю, что она физиологически, психически, просто эмоционально не переносит Зеленского и Ермака. Они абсолютно выпадают с ее позитивного спектра. Они у нее находятся, как у прокурора, в черном диапазоне, так же, как Трамп и Помпео. Да, вспоминается фотография в Швейцарии с саммита мира, где-то Камала в стороночке так немножко выглядывает из-за плеча Ермака и уезжает быстро. Побыла, ориентировалась. И уезжает. Это очень важно. И сразу уехала. то есть это и не удастся Камалу так взять, как говорится, на Сугундер, как взяли Трампа через его любовь к деньгам, через Помпео. Понимаешь, этот номер не пройдет. То есть, по сути дела, уже все, где Макрон? Помнишь Триндел? Как говорится, гора родила мышь, арестовала Дурова. Все. Где это Королевство Объединенное, этот Стармер и так далее? Ему там, дай Бог, своим заниматься. Осталось только Мишель, которая выдает инструкции Зеленскому, когда, куда нападать и что новое делать против Путина. Понимаешь? А кто еще? Германия? Так, пожалуйста, денег нет на следующий год. Денег нет даже на ремонт этой техники, которая уже за запор ото вся. Нет денег в этом году уже нет. А кто еще будет деньги давать? То есть, по сути, практически Зеленский и его режим полностью голый. Король голый. Легитимность короля закончилась. Деньги короля закончились. Ресурсы у короля закончились. Курский эксперимент, уже, помню, там какой-то помощник его заявил, что, оказывается, это Маск виноват, что он выключил этот самый Старлинг свой. А вы что, не знали, если так, что на Маска надеяться нельзя? Уже же это было известно, он уже так несколько раз делал. То есть, вы за два с половиной года трындите, что у вас все такое развитие и не смогли создать оперативный канал связи для такого легкого процесса. Субтитры Субтитры